Любовь с первой ноты. Наш следующий материал о семье Казицыных, династии педагогов-музыкантов. Святую к музыке любовь они передают от поколения к поколению своей семье и учат этой любви воспитанников музыкальной школы. О педагогах с большой буквы в нашем следующем материале. Старые фотографии, в них вся жизнь, еще молодые родители, памятные моменты юности и уютные семейные вечера. От таких вот совместных просмотров воспоминания становятся еще ярче. На этом фото глава семейства Юрий Васильевич Казицын, известный в округе педагог и музыкант. В 70-е и 80-е годы он руководил детской школой искусств, стоял у истоков создания известного ансамбля «Северяна». На Ринмар он приехал по распределению работать учителем музыки. Здесь встретил свою судьбу. А на этом фото вместе с супругой Капитолиной Николаевной, которая тоже приехала в Наринмар по распределению учить детей музыки. К слову, в детской школе искусств она проработала полвека. Сейчас пять ее выпускниц работают в этой же школе. Оба, Юрий Васильевич и Капитолина Николаевна, были преподавателями по классу баяна. Хочу сказать, что папа еще владел другими инструментами. У нас контрабас был из Германии, у нас была электрогитара, у нас была балалайка. И потом, когда папа пришел играть в «Северян», он сел за балалайку. То есть у нас даже были какие-то семейные маленькие вот такие концертики. И я вот в этой атмосфере росла. Семья часто бывала на концертах. Дома практиковали музицирование и сами ставили небольшие концертные номера. Родители и трое детей. Елена, Михаил, он не стал музыкантом, но отличный ветеринар. И Алексей. Буквально все в семье Казицыных было пропитано музыкой. В нашей семье вопрос о профессии не стоял. Потому что мы в этой семье росли с самых детских лет. Наверное, с пеленок мы слышали звуки. Вопрос о профессии не стоял. Это подразумевалось. Потому что родители играли, да, и в дуэтах, и концерты у нас родители всегда с пяти лет, практически с четырех. Елена Юрьевна выбрала музыку. Сначала неосознанно, но потом все крепче и крепче. Год от года понимала, что музыка станет и ее судьбой. Фортепиано войдет в ее жизнь навсегда. Потому что король инструментов. И возможности огромные. Рояль в переводе королевский. Возможности, инструменты огромные. И потом, когда я пошла в музыкальную школу, у нас не было класса скрипки. Папа, как директор, открыл скрипку, по-моему, только в 1975 году. Алексей Юрьевич, да? В 1975 году. Да, так как и многие отделения, он открывал, будучи директором школы, он открывал и струнно-народные, и духовые отделения, духовых инструментов, и художественные отделения. И на тот момент, это был 70-й год, у нас были инструменты. Портепиано, да, и баян. Все. Младший из троих детей Казицыных Алексей – одаренный скрипач. Профессиональное знакомство с музыкой он начал в детской школе искусств. Потом талантливого подростка определили в школу для одаренных музыкантов в Петрозаводске. Ну, я в детстве был обычным ребенком, как-то не думал много каких-то музыкальных темы. Любил погулять, там, пообщаться с ребятами по дворе. Ну, обычно был школьник рядовой. И вдруг что-то меня осенило, когда я пришел в школу музыкальную. Что-то внутри во мне произошло. Что-то глубинное, такое переломное в сторону моей будущей биографии. Причем, вот, одна из этих вений – это, конечно, мои родители, их профессия, их род деятельности, связанные с детьми, с музыкой, с искусством. Впрочем, другого пути, пути без музыки у него и быть не могло, потому что все кругом, и самые близкие люди, родители и брат с сестрой – все жили музыкой. Но, пожалуй, самое яркое впечатление – выступление ансамбля «Северяна». Я когда ходил на их репетиции, я помню многие мелодии, обработки, которые мой отец создавал. Он был замечательный мастер оркестровки. Это было его призвание. Он был истинный самородок в этой области. И у него были очень красочные оркестровки, поверьте. Это не скромно. Это я, в самом деле, говорю, это реальный факт. Без ложной скромности – это, наверное, явление. Наш папа, потому что он школу установил, да, и отделение открывал. Самая великолепная игра. И вот когда Алексей Юрьевич исполнил концерт «Баха» с «Северяной», вот, это было здорово. После окончания консерватории Алексей Юрьевич вернулся в Наринмар, чтобы частичку своей любви к королеве инструментов, скрипке, передавать своим ученикам в музыкальной школе. Но мечтает он о сцене, выступлениях в Большом оркестре. Общаться с инструментом – это очень такое глубинное, широкое понятие. Во-первых, да, постоянно чувствовать с ним контакт. Играть это, можно сказать, банально звучит. Надо его чувствовать, надо с ним взаимодействовать, о чем-то размышлять. Успех любого профессионала, будь то музыкант, учитель, любовь к тому делу, которым занимаешься. И в семье Казицыных избытков любви к музыке никогда нет и не было. У них есть семейный секрет, как войти в четвертое музыкальное измерение, недоступное многим другим людям. И они делятся этим секретом со своими учениками. Я вот по телевизору, например, увидела, как другие ребята играют на скрипке. И мне просто так стало интересно попробовать это на своем опыте, так сказать. Ну, сильный педагог. Иногда бывает строго. Ну, так-то мне нравится. Очень сильно. Готовимся на конкурс. Гостяку сказки номинация «Юный концепт-мейстер». Я считаю, что детей нужно к музыке приучать с первых лет жизни. Потому что ребенок вольно-демольно развивается в среде, где окружает общество. Звуки различные. То есть надо, пусть песенка послужит по радио красивую, мама поет песенка колыбельная. То есть это знакомство начинается с таких ранних отцов, когда ребенок в таком очень нежном этапе своего развития. Я считаю, что музыка детей очень развивает, обогораживает. Она жизнь может даже кардинально изменить. То есть это некий такой светлый мир, который ребенку дает почву для светлого будущего, в том числе. А я бы добавила, что вот если в семье родители слушают музыку, неважно какую, может это сам не играют, ребенок все равно потянется. Другой вопрос, как родители помогут ребенку в этот мир войти? Ведь проще ребенка отдать, ну и забыть, что ребенка отдали в музыкальную школу. А если родители интересуются ребенком, поддерживают его, не все может получаться с первого раза, да, должна поддержка родителей. Если родители слушают музыку с ребенком, если ходят на концерты, дальше пластинки были, сейчас кассеты, то слушают какие-то кассеты с ребенком, он все равно будет в этом мире вращаться. Надо добавить, что следующее поколение семьи Казицыных, дети старших Елены и Михаила, также связаны с музыкой. Все окончили музыкальные школы. А в 2007 году Елена и Алексей создали творческий дуэт «Вдохновение». Выступают на концертах и окружных праздниках. Учат всех желающих слышать и слушать прекрасное.